музыка потихла и тишина дорогие друзья всем привет очень рад вас всех видеть тех кого еще не видел на соревнованиях очень рад сегодня стоять перед вами со своим выступлением я надеюсь будет интересно потому что я постараюсь не вести сухую теоретическую беседу когда вам нужны сухие теоретические беседы я думаю вы зайдете в интернет и посмотрите мое видео там в принципе сухой академический неинтересный головинский сегодня так как я стою перед вами есть публика есть ощущение аудитории нужно говорить о чем-то большим чем просто теория конечно все круто когда мы говорим о теории когда мы говорим о использовании каких-то ведущих эффективных принципов тренировки и принципов подготовки это все конечно же важно но сегодня тема немножко другая сегодня вообще поговорим про спорт про то зачем мы идем в зал зачем мы занимаемся зачем мы выходим вот сюда на помост и показываем то что мы можем показываем часто на грани травмы показываем часто на грани человеческих возможностей некоторые могут сказать что не все что только те кто исключительно могуч те кто исключительно силен личности яркие спорта привлекают внимание но я считаю что это немножко не так и сегодня я постараюсь вас в этом убедить прежде всего прежде всего учитывая то что сейчас проходит такое значимое событие в пауллифтерском спорте на украины проходит чемпионат украины в пум wbf прошу прощения это такая разговорная амбриатура wbf прекрасная федерация я хотел бы обратиться в стрим я хотел бы обратиться на запись хотел бы обратиться к отлетам украины с одним единственным вопросом а где же вы все вот почему сегодня я здесь стою и почему всего поступило 80 заявок на такую прекрасную федерацию вы часто говорите о том что спортсменов не поддерживают то что мало мотивации здесь есть и призовой фонд здесь есть звание здесь есть лояльное отношение федерации так почему вас здесь нет почему здесь есть я головинский а вы не здесь призываю вас тех еще раз обратить внимание на прекрасную федерацию wbf своим лояльным отношением ко всем своим ответственным отношением к организации к проведению спортивных мероприятий что на мой взгляд ценно сегодня здесь выступил сейчас стою перед вами я действительно должен констатировать что в рамках остальных федераций на украине и даже в мире данная федерация является одной из самых лучших по моему скромному ощущению это мое мнение поэтому призываю всех еще раз обратить внимание на мероприятия данной прекрасной федерации выражаю конечно же благодарность домостным функционерам это сергей олейник и паша не помню фамилию паша просто паша вы выражаю еще раз и благодарность за приглашение за возможность сегодня выйти на этот прекрасный помост поработать на этом отличного выруду в ней и конечно же за возможность стоять здесь перед вами итак сегодня я хотел бы поговорить вообще о спорте и спортивной борьбе я уже сказал во введении зачем мы идем стал вот недавно нашумела действительно одно из видео обращений есть такой прекрасный музыкант как сергей шнуров который сказал что спорт для слабых дескать а я и так несу я тогда прокомментировал пары слов это обращение сказал что действительно большинстве своем спорт для слабых когда я первый раз пошел спортивный зал я осознавал что я слаб и что мне нужно что-то с этим сделать действительно спорт это отличный способ поработать над собой отличный способ сделать себя лучше мы процессе жизни учимся мы что-то можем создать мы можем что-то приобрести я имею ввиду какие-то личные качества лучше свой характер или ухудшить это же другое мы можем стать лучше или хуже интеллектуально ментально физически спорт это то что делает лучше наше тело лучше наше тело наш характер наши волевые качества спорт это то что прививает нам навыки борьбы то что прививает нам навыки дисциплины стремление работать над собой стремление становиться лучше это все хорошо когда человек приходит спорт когда я приходил спорт конечно задача именно в этом когда мы выходим на помост и говорим о том что мы соревнуемся это уже больше потому что мы ставим перед собой цель конкурировать соперничать побеждать это все очень хорошо и когда мы задаемся вопросом относительно того почему сегодня один человек победил они 2 они 3 почему именно один стоит на пьедестале а другой вышел из спортивной борьбы так и не став фаворитом так и не взойдя на пьедестал нужно понимать прежде всего ряд вещей когда мы начинаем определенное дело когда мы начинаем определенное занятие нужно учитывать две основных составляющих этого дела составляющих этого занятия первая составляющая и очень важная и та которая действительно обуславливает неравенство в спорте это талант и это дар а когда я будучи в восьмом классе среднеобразовательной школы пошел принял решение поступать физико-математический лицей нашего города кривого рога прошу прощения естественно научный лицей я слышал выступление его директора анатолий салагуб его звали и зовут так вот он сказал очень интересную вещь я тогда не придал особо этому внимание но вещь это было очень значимое он сказал нам бездарные дети не нужны бездарные бездарные что значит бездарные то есть без дара если мы проанализируем что собой представляет это слово да талант то что у нас есть априори без всяких затрат труда действительно сейчас уже можно было бы сказать что представители саксаганского естественно научного лицея города криворог были нацелены именно развивать дар людей они не были нацелены привить что-то новое они были нацелены раскрыть дар раскрыть талант сожалению десятом классе я уже учился в другой школе потому что насколько я понимаю дара у меня наверное не было поэтому он так и не раскрылся меня отчислили за неуспеваемость значит да талант одним достаточно просто тренироваться просто тренироваться просто поднимать просто ходить в зал другой когда приходит зал он решает нетривиальную задачу как заставить свой настолько слабый организм улучшаться расти как заставить себя прогрессировать какие нужно порой нечеловеческие усилия для этого приложить и вот тогда вступает второе качество воля настойчивость дисциплина называем характер вообще стремление идти до конца стремление работать стремление бороться это все личностные качества которые в принципе противостоят с одной стороны таланту с другой стороны дополняют его и подобно вот в ссср например очень много людей увлекались тяжелой атлетикой это обуславливало отбор то есть люди приходили в секцию одни становились кандидатами одни становились мастерами другие становились мастерами спорта международного класса конкурировали на международной арене это все было круто потому что много людей приходило это была машина это была система потому чтобы конкурировать на международной арене потому что один человек представляет страну в отдельной категории и этот один должен быть не просто сильным и просто тренированным он должен быть талантливым и поэтому отбирались самые талантливые на них внедрялись передовые методы подготовки и они конечно же побеждали но это все хорошо с позиции страны когда мы говорим что у нас есть таланты но отдельно взятый кмс отдельно взятый перворазрядник всегда должна давать себе отчет если у него талант если таланта нет то придется действительно пахать и вот тут уже действительно нужно ответить себе вопрос а надо ли мне вот я когда пришел в зал сказал что мне это не надо я сказал себе тогда что я хожу чтобы быть где-то сильнее где-то лучше я не хожу чтобы достигать высоких результатов я не пришел зал чтобы стать выдающимся спортсменом я не пришел зал чтобы конкурировать чтобы выходить и жать большие штанги я тогда думал что просто стать лучше подкачаться лучше свои качества улучшить качество жизни сделаться получше просто но шли годы и где-то лет через пять бытности моей посетителем качалки которыми уверен есть многие из вас это лет через пять через шесть я столкнулся с множественными вызовами и провокациями когда на тебя смотрят и говорят что ты не сможешь чего-то достичь когда на тебя смотрят и говорят что ты не способен когда на тебя смотрят и говорят что ты врешь что ты обманываешь я помню отчетливо этот момент когда я 2012 году выступил на чемпионате мира в пц пожалуй 222 с половиной килограмма при весе 127 подошел ко мне один из ребят которыми я занимался в зале и сказал ну что расставит молодец а чо халта собственно я говорю ну ты знаешь вообще-то ничего овсянку ел много что вес набрать потому что момент подготовки у меня он был не очень большой мне рассмеялись в глазах и я слышал что то же самое делают и другие они мне не верили они сказали что врет головинский то все чё пиздёшь и вообще это все бред что не может человек совершенно верно вот александр денисов посетителя со мной одного зала вот это все бред головинский не мог 22 с половиной в 2012 году на чемпионате мира в аптеке пожать на тураху я тогда сказал ну хорошо окей тогда если вы хотите увидеть головинского химика то вы его увидите и через полгода я пожал 265 при практически неизменном собственно весь вот тогда уже было интересно посмотреть им глаза всем и действительно понять что они думают теперь вот тогда я столкнулся с новым вызовом это заметьте я не был настроен вообще на спортивную борьбу я был настроен в 2012 году просто выступить и уйти из спорта я был настроен тогда создавать карьеру у меня было прекрасное место в инвестиционном отделе центрального города богатительного комбината я тогда думал что нужно строить свою жизнь вот еще через пару лет может быть меня повысят а тут такое прошло полгода 265 есть в третьем подходе тогда я пошел на 273 это был абсолютный рекорд украины 272 килограмма был результат показанный прекрасным кривожеским спортсменом александром горчаром 273 я тогда к сожалению не пожал ну и снова естественно поползли слухи головинский больше не пожмет он лучше не станет я тогда ну настроилась ну думал ну в принципе круто 205 можно закончить можно прекратить гробить свое здоровье давайте рубим тормоза но не сказали нет димон не врубай тормоза мы в тебя не верим 273 ты не пожмешь это все вздор я тогда решил пожать 273 через год я их пожал ну думаю нормально что-то уже есть вроде они лох как меня считали круто естественно так как я в моем понимании был человеком не очень одаренным когда я пришел перераз зал возрасте 16 лет был нестандартный гриф вот такой гриф сожалению мне не давали жать более старшие товарищи по цеху был маленький гриф 12 килограммов пожалуй его тогда что-то около 10 повторений по моему вот и больших усилий тогда стоило тренеру тогдашнему зала это был кирилл я не помню его фамилию было давно мне было 16 лет вот он мне тогда уже объяснил что надо выбрать базовые упражнения мои родители говорили что ты не будешь расти если ты будешь приседать а вымахал я немножко вот но я всё-таки скучал кирилла я приседал на то время когда не было интернета когда не было когда не было вот таких вот блок были там отдельные журнальчики книжки которые тоже были которые тоже нужно было фильтровать тщательно вот тогда это было ценно что мне сразу человек сказал что нужно приседать тянуть и жать на то время это был была действительно ценная информация. Так вот, я не считал себя одаренным человеком. Абсолютный рекорд в Украине я снял. И вроде бы думал, что все, отлично. Ну, рекорд я снял, нормально. Можно идти дальше. Отлично. Но, опять же, не дали мне закончить со спортом, как я этого тогда и хотел. 273 – это круто. Головинский, конечно, не лох. Он нормально, молодец. Но 300 он никогда не пожмет. 300 – это вот уже для нормальных пацанов. А Головинский, ну, хоть и не лох, но он все-таки не дотягивает. Нормального пацана слышал. Я в интернете, в зале меня уже начали поддерживать. В зале уже люди поверили, что что-то есть. Я помню эту отчетливую поддержку соратников по федерации. Я помню отчетливую поддержку тренера. Но в интернете, а стал я тогда уже немножко публичной личностью, начал писать какую-то бложь, какие-то видосики. В интернете, конечно же, говорили, что 300 – это, конечно, ну, очень круто. Более того, говорили не просто в интернете. Говорили выдающиеся спортсмены с мировой арены. Я помню, как Владимир Кравцов, я думаю, вы знаете, кто это такой, вот, отписался в одном из пабликов. Ему спросили, Владимир, а вы видели жим Головинского? Вот вроде бы ничего, так пацан 273, пожалуй. А Кравцов ответил, что, ну, 273, конечно, неплохо, но жимы меньше 300 меня чуть мало интересует. Вот. Поэтому, кто такой Головинский, я, к сожалению, не знаю. На фоне такого вызова, не просто со стороны товарищей по цеху, не просто со стороны людей, которые просто тебя окружают, а на фоне такого вызова и сомнений со стороны более высоких людей, скажем так, более значимых спортсменов, я, конечно, не мог смириться с этим и не мог принять такое неверие. Не мог и не стал бы никогда, конечно же, принимать. Потому что такой вызов, он всегда подстегивает, он всегда мотивирует, он всегда заставляет тебя доказать обратное. Тебе говорят, что ты конь печальный, а ты говоришь, нет, я не конь печальный, ребята, как же вы не понимаете, но я вам докажу вот здесь. И доказал. В 2014 году я пожал 300, а затем и 302,5. А вот потом началось самое интересное. Почему-то все куда-то пропали. И мне было трудно без них. Я помню, я приехал на ВРПФ, меня позвал тогда Кирилл Сарычев, я тогда по глупости срывал себе плечо, я приехал, пожал 285. Я помню момент, когда Спиридонов брал у меня интервью. Ну, в принципе, Головинский не пожал 300, но все равно он красавец. 285, при условии того, что он потерял вес, при условии того, что у него плохо с плечом, он пожал, он молодец. Я тогда понимал, что в принципе надо двигаться вперед, что есть для этого возможности, есть для этого задатки. Но без этого вызова со стороны не было такого отчетливого стимула. Головинский молодец, он уже доказал, что он красавчик, он уже пожал 300, он уже пожал в Москве 285, пусть он, конечно, не занял высокое место тогда, я тогда помню, я стал третьим. Но все-таки он молодец, он доказал, что он может. Я это слышал, и я помню, как я тогда давал интервью Спиридонову, я сейчас его пересматриваю и думаю, что это за тёка вообще? Что он тут чешет, что он тут рассказывает? Я настроен бороться, я вот сейчас езжу, так выступлю. Ну, не было запала. Потому что не было запала, потому что не было стимула. Никто мне не говорил гадости, к сожалению. И прошел год, результаты стояли. Более того, они не просто стояли, они даже немножко снизились. Потому что не было стимула. Головинский вместо 6 тренировок в неделю начал проводить 3-4. И то ему было сложно заставить себя идти в зал. Вроде бы есть и повседневные задачи какие-то. Вроде бы надо и что-то сделать. Хочется отдохнуть. Поиграть в игры, вконтактики поболтать. Мы же вроде, ну, я же 300-то пожал, вроде нормально. Но шло время. А Головинский стоял на месте. И вот тут уже появился новый вызов. Появился новый вызов, когда сказали, что Головинскому капут. Все, он уже того. Вот что-то было. Какие-то потуги непонятные. Тогда я искал себя. Арб-вестлинг. Потом бицепс вот недавно. Вот. Я просто искал себя. Это было интересно. По сути, делом я тогда не занимался. Заниматься делом я начал с января. Когда мне конкретно сказали, Головинский, мы тебя и твой ЛМС поставим на колени. Потому что ты, оказывается, никто. Двигаться дальше ты не способен. И вот тогда появился тот стимул, которого не было даже с самого начала. Которого не было изначально. Который даже, когда я шел к 300, тогда был слабее, чем тот, который есть сейчас. Я решил не просто двигаться вперед. Я решил еще при этом снизить собственный вес. Я решил при этом еще и улучшить технику. Потому что снова появилось это чувство вызова, когда в тебя не верят. Когда в тебя сомневаются. Когда они говорят, что ты не сможешь. Что ты не тот, кого они в тебе видели, как оказалось. И вот сейчас я настроен идти вперед. Я настроен идти побеждать. Что я хотел этим всем сказать. Такая автобиография получилась. Эмоции, конечно, это плохо. Когда вас задели. Когда вы, может быть, кричите. Когда вы умом понимаете, что вы делаете неправильно. Что нужно пересмотреть свои действия. Эмоции, конечно, плохо. В большинстве своем эмоции вредят. Мы часто по воле эмоционального порыва мы можем сделать вещи, о которых потом будем жалеть. Но в спорте, если вы не испытываете, если вы не наделены огромным талантом, который вам даст возможность просто тренироваться и побеждать. Без эмоций никак. Эмоции, вот этот вот настрой, вот эта вот атмосфера неверия, которая на вас направлена, она всегда даст вам путь двигаться вперед. Даже если этого нету, нужно это создать, нужно это придумать, нужно это где-то взять. Иначе без порыва, без вот такого взрыва человек просто стоит на месте. Ну, да. Остается светлая идея спорта. Как сказал Вадольф Брюкфельдер, известный тренер сборной СССР, человек, который занимается спортом, он только выигрывает. Это как беспроигрыш на волкаре. Дескать, мы ничего не теряем в любом случае. Но если наша цель не просто заниматься, если наша цель побеждать, если наша цель эффективно конкурировать, всегда должен быть какой-то вызов, какая-то непримиримость и какая-то эмоция. Ну, конечно, если вы неталантливы, если вам недостаточно просто ходить в зал и просто заниматься. Когда вы объединяете в один порыв талант, систему подготовки, дисциплину и настойчивость, на выходе получается сверхтемпион. Но если у вас нет таланта, у вас остается только одно. Либо признать, что вам это не надо, либо не поддаваться на провокацию. Вот если бы я не поддался на провокацию, я бы сейчас перед вами тут не стоял. Может быть, я был бы кем-то другим. Может быть, я представлял бы себя другого специалиста, не жалея чем специалиста, силового тренинга или спорта. Но поддавшись на провокацию, на такую внешнюю, я стал именно участником спортивной борьбы. Если бы я на нее не поддался, то этого бы не было, конечно. Поэтому нужно холодно оценить то, насколько вам это надо. Оценить свои шансы, оценить свои перспективы. Если вы видите возможность успеха, если вы видите возможность победить, то ныряйте с головой. Ныряйте с головой и пусть этот поток несет вас и пусть он возносит вас. И пусть это неверие, пусть эти сомнения других лишь подстегивают вас в ваших действиях, подстегивают вашу дисциплину, подстегивают ваши другие качества, которые способны вывести вас до вершин. Это основная часть. Спасибо. А теперь будьте добры вашим.